До переезду. Общественность одобрила идею переселения городской поликлиники в здании лабораторно-диагностического центра. В узких коридорах старого помещения постоянное скопление пациентов. Площадей не хватает и для кабинетов врачей и медицинских работников. В этом лично убедилась наша корреспондент Алина Ваучейская. Здесь в тесноте и полумраке ведет работу врач-офтальмолог. Здесь и место для приема пациентов, и лаборатория для исследований, которые необходимы для заключения диагноза. В кабинете окулиста-офтальмолога действительно негде повернуться. Кроме того, врач работает в плохо освещенном помещении, окна затемнены. Это необходимо для проведения исследований и анализов. В идеале же для этих целей у специалиста должен быть отдельный кабинет. У него должна быть у окулиста, у офтальмолога, темная комната, где он смотрит, определенные исследования проводит. А работать он должен нормально, освещенным помещением. Вот, пожалуйста, идет кругом нарушение здесь и условий работы. И так почти на каждом рабочем месте. Например, кабинеты терапевтов работают в две, а некоторые и в три смены. Врачей нет своих постоянных рабочих мест. И все из-за нехватки площадей. Здание поликлиники было построено 25 лет назад. Тогда оно было рассчитано на 150 посещений в смену. Сейчас количество пациентов увеличилось больше, чем в два раза. За смену через поликлинику проходят в среднем 350 человек. Отсюда постоянное скопление людей в коридорах. Еще одна проблема – постоянное недопонимание между пациентами, которые обращаются по заболеваниям, и здоровых посетителей. У нас есть пациенты, которые по заболеваниям обращаются, по ОМС. Есть пациенты здоровые, условно здоровые. И они проходят за какими-то справками, освидетельствованием, медосмотрами. Вот эти потоки трудно разделить на такой маленькой площади. Поэтому возникает, как говорится, сытый, голодного неуразумеет. Из этой ситуации выход один. Решить проблему с нехваткой площадей и рабочих мест для врачей и медперсонала можно, переселив поликлинику в новое здание лабораторно-диагностического центра. Его вот в эксплуатацию планируется в октябре этого года. Сейчас в здании центра к завершению идут отделочные и электромонтажные работы. Под поликлинику планируется перепрофилировать четвертые и пятые этажи. Их площадь почти 2000 квадратных метров. Это в два раза больше площади нынешнего здания. А следовательно и врачи смогут работать в нормальных условиях, и пациенты будут ждать своей очереди в просторных помещениях. Ну, лучше, конечно, просто опять отдаленность для некоторых. А так хорошо будет? Я не знаю. Я там еще не был. Покажут время. Как будут люди, врачи работать? От этого будет лучше. Меньше лучше это будет? Конечно, лучше. А почему? Ну, как почему? Просторнее бы было и врачам было бы удобнее работать. И нам бы вот на какие-то дни тесно было бы сидеть. К тому же это будет гораздо удобнее, ведь пройти все обследования и сдать анализы пациенты смогут в одном здании. На первых трех этажах разместятся кабинеты центра. Рентген, маммография, функциональная диагностика, лаборатория и отделение переливания крови. Во всех субъектах поликлиника и диагностика все находятся в одном месте. Напротив, детская поликлиника. Все у нас в одном городке. А администрация совершенно спокойно посидит и в поликлинике, в которой сегодня есть, я не вижу особых проблем. Предложение переселить поликлинику в новое здание высказал глава региона Игорь Кошин. Он поручил провести общественные слушания, чтобы узнать мнение населения, а также взвесить все за и против. На общественных слушаниях присутствовали члены общества инвалидов, представители союза ветеранов, уполномоченные по правам человека, а также чиновники и другие заинтересованные лица. Все в один голос заявили – переселению быть. Я, как бы подводя итоги, хочу сказать, мы, в принципе, переезд поликлиники сюда одобряем. Нет возражений? Нет. Ну а окончательное решение за представителями власти.